Всем привет, привет зрители и читатели! Сегодня вновь в моей программе Андрей Молодцов, вы с ним уже знакомы, и прекрасная Светлана Молодцова, от супруга Андрея Молодцовой. Сегодня я хочу побеседовать с ними на тему их программы, которая подразумевает похудение, очищение, оздоровление и не только. Я знаю, что у вас есть своя разработанная программа, которой вы придерживаетесь уже несколько лет, при том вы сами когда-то имели лишние килограммы, как мы сейчас выяснили, плюс 20, у кого-то плюс 15, этот вес мешал заниматься спортом и не только. И у вас получилось их, во-первых, сбросить, оздоровиться, омолодиться, а во-вторых, поддерживать это на должном уровне и сейчас. То есть два года вы уже их вес свой поддерживаетесь в нужном состоянии. Ну вот давайте начнем с того, что за программка, что она себя включает и только ли это спорт, или только ли это питание, или только это ментальные установки, что это в комплексе? Ну вот Кирочка очень хорошо сказала, что это ну как бы не только спорт и не только питание и не только коррекция питания. Это на самом деле комплексная программа. То есть это наша авторская программа, которую мы испытали на себе и испытали уже на многих людях. Уже много людей воспользовались этой программой, получили поразительные результаты очень хорошие. И суть ее заключается именно в комплексном подходе. То есть мы одновременно работаем на уровне тела, энергии и ума. То есть на уровне тела мы занимаемся спортом и делаем коррекцию питания. На уровне энергии мы работаем, очень плотно работаем с дыханием и работаем с дыханием на базе тибетской янтро-йоги. То есть у нас есть учитель, есть передача от тибетского мастера. И это дыхание, оно пронизывает всю программу. То есть мы будем этому учиться и будем этим пользоваться каждый день. Потому что, как вы понимаете, человек без еды может прожить много, без воды сколько-то времени, без дыхания мы жить не можем. И опять же, дыхание это кислород, а кислород это огонь в нашем организме, который сжигает все лишнее. Без кислорода не бывает горения, не бывает метаболизма, не бывает процессов, в общем-то, очищения в организме. И на уровне ума мы будем менять наши ментальные установки. Это будет не только осознавание наших отношений с нашим питанием, с нашим телом, с нашим образом жизни, но и в том числе пересмотр своих жизненных сценариев, своих жизненных приоритетов. То есть проработка будет достаточно глубокая. И за счет того, что проработка у нас происходит глубокая и комплексная, за счет этого очень устойчивые результаты у людей. То есть у людей жизнь меняется в лучшую сторону по всем основаниям. То есть улучшается не только тело, но улучшается настроение, появляется энергия в жизни, повышается тонус жизненный, расставляются по полочкам жизненные какие-то приоритеты. То есть в жизни жизнь упорядочивается и становится как бы гармоничнее. Ну вот такая программа. Комплексный подход. Да. И в этом суть, и в этом наша принципиальная такая позиция. А вот от меня вопрос. По-моему, ты, Слава, говорила, что ты занималась спортом, только спортом, и это не помогало похудеть. Вот почему, например, только однобокий подход к программе похудения, он не дает результатов? Вроде бы спорт, сжигаем калории. Ну, я тоже долго задавалась этим вопросом, потому что я всю жизнь занималась спортом. И я также. Ходила в горы, занималась альпинизмом и так далее, там лазила по скалам, то есть как бы нагрузки были. И когда у меня стал повышаться вес, увеличиваться вес в определенном возрасте, вот, я вроде бы продолжала заниматься спортом и даже усиливала нагрузки, ну, извините, мышечная масса нарастает, а лишнее не уходит. И вот эти мышцы, они накачивались как бы под вот этим всем лишним, понимаете? И это была для меня проблема, и мы начали искать. Ну, Андрей тоже всю жизнь занимался тренерской работой, мы вместе стали искать и пробовать на себе разные методы, и в конце концов, вот, отработалась вот эта наша идея, ну, как бы, оптимальная схема, которую мы сейчас даем людям, которые помогаем другим. Я чуть-чуть дополню, Кирочка, вот, эта программа, скажем, вот то, что Света говорит об этом, и как происходит накопление у нас, как бы, веса с возрастом. С возрастом у нас накапливается вес, почему? Потому что у нас начинает зашлаковываться организм, и вот, скажем, шлаки, то есть, непереработанные продукты, они, как бы, откладываются у нас в теле, то есть, в связи с тем, что как мудро наш организм поступает, вот, и почему у нас проявляется, скажем, лишний вес и жир, то есть, шлаки, которые откладываются в организме, они являются ядом для организма. И вот организм, чтобы себя не травить, он поступает мудро, он заволакивает это все дело жиром. То есть, вопрос не в калориях, и вопрос не в качестве, скажем, не в количестве еды, а вопрос в качестве еды, и насколько наш организм способен эту еду переварить, и, скажем, усвоить, и все лишнее вывести. То есть, это, так называемая, уже ответственность за это отвечает у нас метаболизм. Такая есть функция в организме. Вот Света сказала, что дыхание очень здорово способствует восстановлению нашего естественного процесса сжигания жиров, да, или усвоения пищи, или назовем это метаболизмом. И вот, скажем, когда с помощью нашей программы, что мы делаем? Мы улучшаем качество своего, такого свойства, как метаболизм, и более того, мы помогаем организму с помощью этой программы естественным образом очищать наше тело все. И когда наше тело чистое, без шлаков, тогда метаболизм проявляется еще лучше, еще лучше начинает работать тело. Вот так это происходит. То есть, мы помогаем очищать, но в то же время и не накапливать. Да. Вот этот момент важен. И я вот хотела подчеркнуть для наших уважаемых слушателей Андрюшинную мысль по поводу того, что это происходит естественным образом. Я хотела бы отметить, что мы не используем никакую химию, никакие биологические добавки, никакие таблетки чудодейственные. То есть, вся программа основывается исключительно на естественных, натуральных продуктах, достаточно простых и достаточно доступных по цене и так далее. И которые мы, в общем-то, в повседневности тоже мы применяем эти продукты. Но просто за счет того, что мы в чем-то поменяем порядок приема пищи, изменим режим питания и так далее, за счет этого получаются эти результаты. И точно так же по поводу физической активности. То есть, если традиционно считается, что для того, чтобы сбросить вес, нужно тяжело трудиться, доводить себя до изнеможения и так далее, перенапрягаться, то я хочу сказать, что наш подход основан не на напряжении, а на расслаблении. То есть, мы будем расслаблять в организме те блоки, которые есть, которые существуют, те напряжения, которые созданы в течение нашей жизни. И в то же время мы дальше уже будем учиться жить расслабленно, не создавая новых напряжений. Потому что во многих случаях, скажем, лишний вес — это проблема психосоматическая. И это очень часто завязано на стрессах. И благодаря тому, что мы научимся правильно дышать, научимся быть физически активными, без напряжений, без усталости, и не измождать себя физическими упражнениями, а наоборот подпитываться от них и заряжаться энергией. Вот за счет того, что мы поменяем вот этот подход, мы научимся просто жить в новом качестве жизни. То есть, мы выходим на новое качество жизни. Вот как пример я могу сказать, что люди, которые к нам приходят на программу, люди, которые приходят к нам на программу, они в первый день, они даже на прогулку по лесу пешком, они не готовы идти. То есть, они боятся ходить даже пешком, там, я не знаю, километра два. Ну, соответственно, в своей жизни они даже не ходят пешком. Не ходят пешком. Но мало того, что они в первый же день бегут и потом сами недоумевают, как я это сделал, я это могу, то к концу месяца они легко пробегают, скажем, 10 километров, не чувствуя при этом усталости, и будучи готовы бежать дальше бесконечно. Поразительно. Да. Вот так работают, в общем-то, эти методы. Всё-таки это ментальные установки в большинстве своём. Что-то нас сдерживает. Ну да, наверное. Наверное, есть стереотипы в обществе, которые мешают человеку. Просто я к тому, что, допустим, если сравнивать наш метаболизм с раковиной, в которой вот течёт вода в раковину, раковина не засерена, всё отлично, вода протекает. Как только у нас начинают загрязняться шлаками наша раковина, вода уже потечёт не так хорошо. Совершенно верно. Вот. И невозможно ли только качественной едой придерживаться незашлакованности, скажем так? То есть получается невозможно. Получается, у нас есть какие-то ещё мыслительные установки, которые нас заставляют есть некачественную еду. Да. Не двигаться. Да. И ещё несколько причин, по которым… Ну, наверное, даже наше сознание важнее, чем даже еда. В китайской гимнастике цигун существует такое упражнение, называется преобразование пищи. То есть мастера цигун могут есть простую еду, например, рис, пустой рис, и представлять, что они едят ананасы. И потом анализы показывают, что они ели ананасы. Ну, я дополню. И вот наша программа позволяет немножко расширять эти убеждения, выходить за рамки наших вот так называемых убеждений или ограничений другим способом. И таким образом расширяя свой взгляд на вещи, мы увеличиваем свои способности. И в том числе это касается и похудения, и очищения, и оздоровления, и омоложения организма. Как раз вот то, что преследует наша программа, эти понятия. То есть суть в том, что мы будем плохие привычки менять на хорошие. Да. То есть просто вы приедете с одними привычками, с плохими, а уедете с другими привычками, с хорошими. То есть получите новое качество жизни. А давайте поговорим о тех людях, которые уже прошли у вас эту программу. То есть что у них поменялось, какими проблемами они к вам пришли и какими они вышли? Ну, скажем, когда мы вот у себя дома в Запорожье эту программу реализовывали, начали реализовывать. Понятно, что мы все попробовали на себе. Ну, понятно. Увидели, да. Придумали, надо обязательно пробировать на ближних, на себе, на друзьях. И мы удивились одному поразительному эффекту. Сначала мы как бы вот, понимая, мы знали, что это так будет. Но когда увидели, мы очень сильно удивились. Это касается того, что когда мы вычищаем и организм, он у нас естественным образом худеет, естественным образом оздоравливается, еще уходят такие зависимости или, скажем, проблемные вещи, как, например, аллергия. То есть, более того, вследствие программы очень здорово очищается кожа на теле. То есть мы обнаружили, что даже уходит псориаз. Понятно, что, скажем, с такой тяжелой болезнью, как псориаз, эта программа там в течение полутора месяцев не совсем эффективно работает. Надо ее продолжать, она длится где-то в течение полугода. Но важно то, что это работает. И это помогает. А вот, скажем, какие-то аллергические зависимости, мы обнаружили, что они почти мгновенно растворяются. Люди, которые приходили к нам и всю жизнь шмыгали носом, и без баллончика боялись выходить на улицу, постоянно ходили с платками. Буквально через две недели программы начинали себя ощущать совсем по-другому. Выбрасывались платки. Они в самый пик цветения амброзии у нас, это как бы на Украине в августе месяце происходит. Считается вообще для аллергиков жуткое время. Тем не менее, мы совершенно спокойно бегали по колено в амброзии, без платков, без ничего, правильно дышали и наслаждались жизнью. И люди себя чувствовали прекрасно и не могли поверить своему счастью, что они могут обходиться без уколов, без инъекций, без ингаляторов. А раньше они боялись из дому выйти. И более того, вот это качество, которое они приобрели, скажем, продолжается у них до сих пор. То есть они совершенно спокойно, устойчивый результат. Самое важное. Спокойно и до сих пор они, в общем-то, живут свободно и радуются жизни. Но что может быть естественнее и стабильнее в нашей жизни, чем дыхание? Я просто по поводу аллергии хотела пример привести. У меня есть знакомый, у которого тоже аллергия на цветение. Каждые две недели, три недели в начале весны, он, ну или там в конце весны, когда все цветет, он мучается, получается, от цветения. И он говорит, ну мы ему советуем почистить. Обычно такая вот, ну, рекомендация дает какие-то результаты. Он говорит на то, что он и так худой. Куда ему еще чистится, и чтобы, что у него шлаков-то и нету. В принципе, питается он и так, еле успевает питаться. Ну, то есть вот такая вот ситуация. Как вот ему в этом случае избавиться от аллергии? Ну, аллергия, это прежде всего как раз проявление вот именно этого количества шлаков, который, чем зашлакован наш организм. Даже если он худой? Даже если он худой, все равно, потребляя какую-то пищу, ну, на простом уровне, потребляя майонезы, потребляя кетчупы, мы уже потребляем консерванты, которые в этом продукте всегда есть. То есть, если потребляем консерванты, значит, они у нас откладываются. Если организм их не может как-то жирком там заложить, то значит, это начинает у нас проявляться. То есть, передоз этих консервантов начинает проявляться у нас на коже и на наших дыхательных путях. Вот так это проявляется. Я дополню немножко. Почему-то у людей с чисткой ассоциируется отказ от питания. У нас не будет отказа от питания. Мы будем питаться полноценно. Более того, вы приедете к нам на Бали, вы обязательно попробуете все тропические фрукты, вы ознакомитесь с местной кухней. Вот. Просто, понятно, мы это будем делать осознанно, но без ограничений. То есть, все диеты основаны на чем? На ограничениях. Ограничениях. Это ограничения, это запреты, это табу. У нас другой подход. Мы будем выходить за рамки ограничений. Мы будем идти через осознанность, через слышание своего организма и через диалог с организмом. И мы научимся выйти на оптимальное состояние своего тела и взаимодействие с ним. То есть, на начальном этапе, когда я только начинала худеть, когда у меня был сильно избыточный вес, я договорилась со своим организмом, что я ему буду давать всегда то, чего он хочет, а он в ответ не будет запасаться. Вот так вот. Потому что, когда мы начинаем организм ограничивать, не даем ему одно, не даем ему другое, он начинает бояться, что ему опять не дадут. И как только он дорывается, он начинает хватать, 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 хватать и складывать, 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 копить, 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 копить. И везде, где он может засунуть, спрятать, он везде засунет и спрячет. Поэтому, ну, это, скажем, один из таких приемов, да, изменения своего сознания, изменения отношения к своему телу, да, Очень интересно, как с ним-то говорится так, чтобы он не откладывал. А вот, а вот, а вот. То есть вступить с ним в диалог, чтобы он нам поверил, что мы его слышим, что мы его любим, что мы о нем заботимся, что ему с нами хорошо, а нам с ним хорошо. Но это как в отношениях. Я хочу, конечно, тоже, посредине сейчас я позволяю себе все, что бы я не хотела, что бы не хотел мой организм, и он в ответ не откладывает. Такой, молодец. Прекрасно, прекрасно, конечно. Да, сыроедение это тоже очень хорошая очистка для организма. И тоже на каком-то периоде, этапе жизни она нужна. И вот в зависимости от того, где мы живем, это тоже очень хорошая практика очистительная. То есть по итогу программы, после того, как программа будет закончена, мы выходим на нормальное, полноценное питание. То есть у нас не будет ограничений. Нельзя там есть рыбу, или нельзя есть мясо, или там еще что-то. Консервированное можно будет есть. Можно будет есть все. Можно будет есть все. Но просто по индивидуальным особенностям вы изберете одну из здоровых систем питания, с которыми мы тоже будем знакомиться. И вы сможете просто подобрать для себя стиль питания для повседневной жизни, который наиболее комфортен вашему организму и подходит лучше всего. Да, когда... То есть мы не навязываем ни одну из систем. Мы рекомендуем подбирать под себя. Извини, я дышу. Когда, скажем, организм чистый, у вас, вот Света очень хорошо сказала, состоится диалог, мы всегда начинаем слышать свое тело. И когда мы начинаем слушать свое тело, оно нам всегда подсказывает, что оно хочет. И тогда нам не надо уже организм напичкивать какими-то изощренными видами еды, которые там ему и то уже невкусно, и то невкусно, когда он присыщен, и то что-то хочется попробовать. Ему достаточно будет простой пищи, которая будет казаться невероятно вкусной. Она окажется в то же время и полезной. И в то же время вы начнете, мы начнем слышать друг друга. Тело начнет слышать. Личность, а личность начнет слышать свое тело. И таким образом произойдет как раз вот это вот соединение тела с душой. Ну вот я еще хочу по поводу сыроедения добавить. И может быть вы мне скажете ответ на мой вопрос. Я от аллергии своей так и не избавилась. У меня аллергия была на котов и кошек, ну и на животных, честно говоря, на любых, на кошек больше. Год на сыроедении чистом, вроде бы чистое питание. Я чистила свой организм. На сыроедении действительно она была намного меньше, от аллергии. То есть в принципе я могла общаться даже с кошками и с оваками. После того, как я уже с сыроедения, она опять вернулась. Вот. Но почему она до конца не исчезла, когда была на чистом сыроедении? Почему у вас исчезает, а у меня тогда не исчезла? Я скажу два слова, и Света продолжит. То есть вот мы говорили в начале, скажем, общения нашей беседы, что мы работаем, и очень эффективно работа происходит только в том случае, если все происходит на трех уровнях. На уровне тела, на уровне энергии и на уровне ума. Вот скажем, в данном случае, Кирочка, получается, что на уровне тела мы почистили организм, а ментальную установку нам поменять не удалось. Пожалуй, ну, это мой взгляд на встрече, да, скажем. Это вот то, что мы, то есть, продолжаем жить в своих убеждениях. Поэтому эта аллергия имеет право вернуться. Андрей сказал то, что я хотела сказать. Вот. И я бы хотела дополнить, что я расспрашивала людей, которые у нас избавились от аллергии, задавала им вопросы, что они считают вот этой комплексной программе, что они считают, было ключевым, что ключевым образом им помогло. И я получила ответ, что это все-таки дыхание. Дыхание. Да. Система дыхания. И это привычка правильно дышать. То есть привычка, которая входит в повседневность. Когда вы повседневно, каждый день дышите правильно. Потому что на самом деле аллергены в основном попадают через дыхание. Кошки, собаки, цветение и так далее. То есть на самом деле дыхание один из ключевых моментов, которые помогают справиться с этой проблемой. И я бы хотел дополнить еще одно очень хорошее качество дыхания, которое как раз связано с ментальным уровнем с нашим. То есть когда мы начинаем правильно дышать, гармоничным дыханием, у нас есть способность, сразу она проявляется, мы начинаем контролировать наш ум. То есть как только мы контролируем свой ум, тогда мы начинаем контролировать свою жизнь. Потому что наш ум выстраивает нашу жизнь. То есть так это работает. Поняла. Смотрите, ну не каждый наш зритель и читатель попадет к вам, хотя, наверное, каждый хочет к вам попасть действительно. Но приоткроем немножко секрет, в чем заключается это вот правильное дыхание. Как нужно дышать так, чтобы настроить свой организм? Правильное гармоничное дыхание, это, у него еще есть одно такое понятие, это называется полное йоговское дыхание. Что значит полное йоговское дыхание? Это когда, скажем, наш организм задействует все четыре области и центры, отвечающие за дыхание. Это зона брюшная зона, межреберная зона, грудная и зона ключиц. И когда мы наполняемся снизу вверх, есть еще такой принцип, называется кувшинное дыхание. То же, когда мы берем стакан и наливаем в него воду из кувшина, то стакан ударяется, водичка в дно стакана и потом только стакан заполняется. Вот точно таким же образом должны мы научиться дышать. То есть мы представляем зону кубка, четыре пальца ниже кубка и дыхание начинается у нас через нос. Мы вдыхаем воздух, ударяется как бы в дно стакана в эту зону и потом заполняется по касательной полностью все тело. И точно так же происходит выдох. Вот это называется правильное, гармоничное или йоговское дыхание, или кувшинное. Назовите, как хотите. То есть, суть одна и та же. Ну, а потому как по жизни у нас достаточно много блоков, которые, ну, скажем, не позволяют нам дышать вот так гармонично, расслабленно и полно. Вот, говорят же, да, дышать полной грудью, дышать, ну, жить полную жизнь, да. И, собственно, на основе янтро-йоги существуют упражнения, которые через движение тела запускают правильное дыхание. То есть, мы даем определенные упражнения, через которые человек может почувствовать, как это брюшное дыхание, как это дышать одним животом. Или что такое ключичное дыхание? Что значит дышать ключицами? У нас, на самом деле, легкие наши огромные. Они очень большие. И очень мало кто умеет дышать на полную грудь. Кто может дышать в полной мере своими легкими. И, в общем-то... Да, и чем больше, вот, когда мы правильно дышим, таким образом мы максимальное количество наших систем в организме, которых у нас очень много, вовлекаем в процесс дыхания. А если мы правильно дышим, то, значит, и процессы, все обменные процессы, процессы метаболизма сразу улучшаются. То есть, помимо того, что мы знаем, что дышать надо правильно, для того, чтобы там добиться результата, но еще к дыханию нужно прийти через то, чтобы снять свои блоки. А блоки можно снять через физические упражнения, в том числе. Такая цепочка... Да, да, да. Кирочка, я даже скажу больше. То есть, совершенно реально, совершенно возможно. И есть такие примеры, которые мы знаем, в том числе из нашей практики, что избавиться от аллергии, избавиться от каких-то внутренних заболеваний хронических, избавиться от излишнего веса можно даже без коррекции питания. То есть, иногда, иногда достаточно коррекции ментальных установок, научиться правильному дыханию и изменить образ жизни, научиться больше двигаться и получать радость от движения. Да, на самом деле, здесь нет никакой тайны, мы это всем произносим, но, опять же, это все зависит от наших способностей. Они у нас всех, у всех разные способности. Если способности высокие, достаточно изменить ментальные установки, и наша жизнь начинает меняться. Но не у всех это получается. Но здесь есть хорошее продолжение. То, что способности наши тренируются так же, как и мышцы. Так же, как мышцы мы можем качать, точно так мы можем улучшать свои способности. Как раз этим мы и занимаемся в процессе программы. Мы подходим к человеку, как к целостной системе. Это целостная живая система, это целая планета, где есть и тело, где есть дыхание, где есть энергия, где есть мысли, эмоции и так далее. И вот у каждого человека есть свой ключик, своя кнопочка, на которую нажать, или своя ниточка, за которую можно потянуть, и весь клубок размотается. И вот эти ключи, они у каждого человека свои. И когда мы запускаем такую комплексную программу, человек каждый по своим способностям, по своей истории жизненной, по своим предпочтениям, каждый находит свой ключ. И у кого-то программа запускается с понимания какой-то идеи, у кого-то с ощущения дыхания полной груди, у кого-то с ощущения в организме после приема пищи, к примеру, что они изменились. То есть на самом деле, на самом деле, мы все очень разные. И наша прелесть в нашем разнообразии. Именно поэтому так много существует разных методов. Кому-то помогает одно, кому-то другое, кому-то третье. Но мы постарались из всех этих методов выбрать самые лучшие, самые эффективные, самые естественные, самые экологичные и при этом эффективные, которые бы могли помочь людям в разных их ситуациях. Как Вы к этому пришли? Вы тренировали свои мышцы и ментальные, и физические в этом плане. Вы учились, я знаю, практики духовные. Через себя все это пропускали. Да, то есть заниматься собой мы начали очень давно, когда еще, в общем-то, занимались спортом, мы были чемпионами и понимали, что вот не всегда те упражнения, которые, скажем, мы производим, не всегда спорт помогает нам жить. И мы начали искать, ну, он, большой спорт, он, как правило, это ни для кого не секрет, он разрушает организм. Это надо понимать и спокойно к этому относиться. Поэтому мы начали искать практики, которые позволили бы нам максимально дольше делать организм функциональным. то есть улучшать качество организма. И таким образом мы как бы узнали и про правильное дыхание, и про правильные физические нагрузки, и поняли, как обычный бег отличается и чем отличается обычный бег от медитативного бега. И поняли, как это работает. И все это, как бы проверяя, проверяя на себе, вот Света добавила, очень хорошая практика, которая называется сейчас веревочки. Это веревочная йога. Да, йога на веревочках. Я подтверждаю. Когда вот Кира пробует, несмотря на то, что она, в общем-то, умничка в положении, ждет ребенка, они тренируются вдвоем с малышом, и она вот каждый раз после, скажем, занятий на этом тренажере на веревочном, занимаясь йогой на веревочках, она каждый раз ощущает какое-то вот очень новое качество, хорошее качество, которое помогает ей и очень здорово в этом, скажем, состоянии, да, там, в ожидании ребенка, в это-это чувствует себя совершенно комфортно. Тонкие материи, энергия появляется. Да, появляется энергия и, в общем-то, состояние какого-то совершенно другого, хорошего, более, скажем, более качественного состояния. Вот так это работает. Да, я еще со своей стороны добавлю, что еще хорошо этот метод в веревочной йоге работает для восстановления посттравматического. Вот если у кого-то застарелые травмы, там, или какие-то, ну, ограниченность где-то в каких-то органах, в каких-то движениях. То есть я как человек с переломом позвоночника, живущий много лет. Вот, да. Я подтверждаю. И вот ты спрашивала, да, каким мы путем пришли? Да путем просто от необходимости. Просто когда это было нужно, когда я понимаю, что мне не помогает ни массаж, ни мануальчики, ни это. Тем более медицина. Мы продолжаем. Да, про медицину отдельно. Вот. То есть мы искали, 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 то есть находили по необходимости как бы эти вещи. Вот этот вот огромный опыт, который вы накопили. Вы сейчас передаете другим людям, за что вам большая благодарность. И самое интересное, что у людей сейчас есть возможность приехать к вам на Бали и вот в компании единомышленников, да, принять весь тот опыт, который вы накопили. Да, и более того, получить эффект, получить эффект совершенно новой жизни. То есть мы всех приглашаем сюда на Бали и у нас первый запуск программы состоится здесь уже на Бали, состоится и мы всех приглашаем 27 августа. У нас первая группа набирается и второй поток у нас будет ровно через месяц 26 сентября. И вот в эти сроки мы приглашаем первое попробовать не только попробовать эту программу, а еще прочувствовать ее на себе и получить эффект от этой программы. Эта программа будет длиться интенсив будет длиться две недели. Это каждый день вас тренера будут сопровождать. Дальше вы приедете домой и уже сопровождение тренерское будет идти по скайпу либо по электронной почте, но это тоже будет тренерское сопровождение. Сначала как будет строиться программа? Сначала мы запускаем механизм очищения, похудения, оздоровления с помощью интенсива и дальше вы уже сами как бы чуть-чуть поддерживая эту программу, она естественным образом продолжает развиваться и дома вы только как бы это все дело уже будете завершать. Но уже первый эффект на уровне не только ощущения, на третий и четвертый день вы уже начнете замечать эффекты. По поводу результатов скажу, что мы смело гарантируем в первый месяц минус 10 килограмм лишнего веса. Но с тем условием, что они не вернутся никогда больше. Эти 10 килограмм, вы знаете, это будет во многом зависеть от вашего выбора. Если вы сделаете выбор, что они не вернутся, они не вернутся. Если вы сделаете выбор, что зачем-то они вам нужны и у вас есть какая-то подсознательная выгода от этих лишних килограммов, тогда возможно они вернутся к вам, потому что вы их позвали. Ну как бы это такие нюансы. Но я хотела дополнить, что я хотела сказать, что мы здесь на Бали подготовили для вас очень интересную программу. То есть процесс работы над собой будет очень интересный, очень увлекательный, познавательный, потому что все физические нагрузки, которые необходимы для вас, они будут происходить, во-первых, в этой прекрасной природе, а во-вторых, это будет совмещено с путешествиями по самым красивым и самым сакральным местам нетуристического Бали. То есть мы не будем вас возить по огромным очередям, куда ходят все туристы, мы будем путешествовать и смотреть вот такие вот тайные сакральные места, которые есть здесь на Бали. То есть мы будем и на прекрасных пляжах, и в тропических джунглях, и посещать будем и дворцы, и храмы, вот, и это все будет сопряжено с тем, что мы будем достаточно много ходить, много двигаться, в процессе этого учиться правильно дышать, в процессе этого мы будем все вместе питаться здоровым образом, вот, то есть как бы вся идея направлена на объединение вот этого здорового подхода к питанию, к образу жизни, объединению с повседневной жизнью, чтобы вам легче было по приезду домой эти привычки, новые привычки интегрировать в свою повседневную жизнь. И это тоже залог того, что будет устойчивый долговременный результат, что вам будет легко эти привычки интегрировать в свою повседневную жизнь, вплоть до того, что у нас там будут мастер-классы по приготовлению правильной еды и тому подобные вещи. Вот где-то так. Я просто на самом деле в восторге от этой программы, потому что я знаю, что вы уже ездите по не туристическим местам, Бали, знаете самые интересные места, и действительно можно, не знаю, отправить свое духовное здоровье, не то, что физическое. Во-вторых, здесь можно попробовать действительно прекрасную еду, тропические фрукты, и не только фрукты, здесь очень много интересных вещей, в том числе кофе лувак, как вариант того, чтобы просто насладиться, попробовать и оценить этот дорогой, такой эксклюзивный кофе, который здесь на Бали повсюду, повсеместно. Плюс вот эта вот обстановка, вот вместе с вами путешествия, это я не знаю, это невозможно, наверное, передать словами, потому что люди, которые приедут к вам, они получат очень много, очень много. Вот, поэтому я думаю, что кто-то ко мне обращался, кто-то мне писал о том, что когда можно будет встретиться на Бали, провести время с единомышленниками, те, кто питается правильно, здорово, живет здоровым образом жизни. Вот такой момент настал, и я приглашаю вас, друзья, присоединиться к группе, которую организовывают Светлана и Андрей Молодцовы, и вместо того, чтобы всю жизнь мучиться с тем, а как же похудеть, а как же здоровиться, один раз приехать, научиться и поддерживать эту всю оставшуюся жизнь. По-моему, что может быть лучше. Да. Мы тоже приглашаем в свою очередь всех друзей и всех знакомых, присоединиться к привлечениям, да, и незнакомых, я хотел сказать, киряных знакомых, присоединиться к этому предложению и попробовать вот это вот новое качество жизни. Один раз научившись, вы потом всю жизнь будете наслаждаться этой очень хорошей и качественной привычкой. Тем более на острове Бали, на острове Богов. Да. Такое очень интересное место. Это место очень интересное, я хочу добавить, Кирочка, извини. Это очень хорошее сбалансированное место. И вот благодаря, скажем, тому, что оно само по себе является очень гармоничным, мы сможем, если гармоничным, то оно является в том числе и местом силы, Света хорошо добавила, то здесь очень хорошо и качественно могут происходить процессы. То есть это значительно лучше, чем практиковать где-то вот в каком-то другом месте. В городах, в мегаполисах. Да. Здесь это качество вы можете получить значительно быстрее и на более высоком уровне. Вот так вот. Поэтому мы приглашаем вас сюда, на остров Бали. Ждем. До встречи. Позвольте себе новое качество жизни. Да. Это точно. Я размещу ссылку на мероприятие, которое будет проходить на острове Бали. Поэтому смотрите, подписывайтесь и ждем ваших комментариев. До новых встреч. Счастливо. Спасибо. До свидания. Пока. Вам спасибо. Все. Спасибо, Кирочка. Субтитры сделал DimaTorzok